Доброго здоровьи, уважаемые подписчики канала. Я рад, конечно, что вы откликаетесь, пишите, смотрите. Но кое-какие вещи надо понимать. У нас такой будет серьезный разговор. Ну вот смотрите, буквально таки меня позвали вниз супруга попить там чайка. И как раз телевизор включен, и там какой-то там представитель Академии наук, такой, знаете, он там что-то там рассказывает. И в частности, что? О медицине. Вот якобы научно-технический процесс в медицине, там он такие уже вещи творит. И люди, когда попадают больные в такую, можно сказать, больницу, медицину, с ними, знаете, как это? Делается все, что угодно, и сами больные даже не понимают, что с ними делается. И вот он как раз сказал такую вещь, что вот на основе того, что Запад уже наделал ошибок на этой почве новой научной медицины, что мы должны этого избежать, и, мол, больной человек должен понимать, что с ним собираются делать вот эти вот все современные достижения и прочее, прочее, прочее. Он должен знать и понимать. То есть, знать и понимать, он, этот больной человек, должен у врачей этих спрашивать, и чтобы о нему капитально рассказали, или он уже должен быть подготовленным. Вот это никто не говорит, как быть человеком. И вот, почитаем ваши вопросы, ваши ответы. Я остановлюсь только на тех, которые меня озадачили, и которые я поясню. Значит, Людмила Маклакова. А есть шанс прожить без паразитов жизнь? Дело в том, что, смотрите, естественно, паразиты там, тем более микропаразиты, там, типа, грибки, какие-то бактерии вредные и так далее, они у нас будут, на то у нас и жизнь. Но важно, чтобы они были в допустимых нормах, чтобы мы их особо не чувствовали. А вот если они начинают нам надоедать, то есть, в нашем организме, нас же самих выкуривать, вот тогда мы и начинаем действовать. Либо же, зная, что такое возможно, что такое у нас где-то начинается, мы профилактически делаем различные противопаразитарные курсы. И вот она пишет, у меня после зиры расстройство желудка. Желудок вот здесь. Если расстройство желудок, он плохо переваривает. Если расстройство кишечника, значит, у человека понос. Если это реакция организма на, будем говорить, на зиру, какая она бывает, то есть, начинается, будем говорить, реакция очищения, когда организм начинает очищаться от всего этого. Естественно, будет вот такая вещь. То есть, как, вот, я не буду говорить, что мы, что вот когда я делал очищение печени, значит, я вызывал прослабление кишечника. Без него чистка печени, именно ту, которую я делал, она не удается. Значит, какая-то реакция, которая у вас есть, вы просто-напросто должны в ней ориентироваться, что это за реакция, что она делает. Если вы не ориентируетесь, почитайте, я как раз там писал о самодиагностике. То есть, надо набрать какой-то образовательный уровень, прежде чем за это все браться. Вот за жизнь мы уцепили, знаете, о, сейчас мы тут будем делать, а потом, оказывается, нам, когда по рукам надавали, что это нельзя, то нельзя. И вдобавок еще, не знаем, как свое собственное здоровье сохранить, и кто-то нам виноват. Вот это уже вопрос. Как лечить паршу на коже? Парша на коже, в любом случае, это имеется, это уже явное поражение организма паразитами. Значит, применяете противопаразитарку. Ходили к доктору, спрашивали, вот как это дело лечить, что он вам ответил. И сколько вы лечились от этой парши, и каким результатом. Вот поэтому я говорю, знаете, если бы больница помогала на 100%, мы бы пошли, все, там только хоп, полечились, и никаких вопросов нет. Но когда вот такие вопросы идут, значит, что-то не то там делается. И человек уже вынужден искать. Ну это не значит, что опять-таки, вот как я там сказал, примерно так, ага, вот так, вот так вот. Значит, ну будем говорить, на меня полностью свалить ответственность. Вот мы. Значит, ты сказал, мы делаем. У вас своя голова на плечах, и вы должны на основе этого канала, других видео, которые имеются в интернете, составить свое мнение, то есть образоваться. И потом уже предпринимать какие-то шаги. Можно ли керосинно вылечить шишку на большом пальце, ноги? Надо пробовать. Что это за шишка? От чего там она возникла? Вот просто шишка. Шишки возникают от тысячи причин. Надо пробовать. Получится, не получится. Я не знаю. Я не вижу этого человека. Понимаете, вот так я советую, глядя в камеру. Надо пробовать. Если не пробовать, значит, ничего не получится. Я уже опять умалчиваю. Что вам врать сказал? Скажите, пожалуйста, тадикам на гастрит как повлияет? То есть, при гастрите желудка можно? Спасибо. Не знаю. Вот насколько я последнее понял, он прекрасно заживляет раны. Он прекрасно очищает кровь. Как он на гастрит желудка повлияет, я не знаю. У меня не было, я не пробовал. Вот, желаете узнать, попробуйте. Начните с малого. Если боитесь, если не уверены, лучше не пробовать. Опять-таки, вот, гастрит желудка. А что врать сказал? Что он сказал? Почему у меня гастрит желудка? И почему я с ним хожу, никак не могу вылечить? За шкирку взять и сказать, почему? Ты же медик, ты же это. Геннадий Петрович, здравствуйте. Подскажите, муж месяц сидит на строгой диете. Керосин, сода, тройчатка, вода до 3 литров в день, все пьет. Но температура держится от 37 до 38. Сегодня боль в коленном суставе, завтра может опуститься на стопу. Ставят либо подагрический артрит, либо ремотоидный артрит. Меня беспокоит температура, ведь все делаем правильно. В анализах повышена скорость оседания эритроцитов и мочевая кислота. Остальное в норме. Что можно еще сделать? Чем помочь? Раньше были приступы, но не более недели. Сейчас уже второй месяц. От врачей ничего особого, кроме антибиотиков и мази. Это все не то, все временно. Подскажите про температуру. Опасно это или нет? Опять-таки скажу, я не знаю, опасно это или нет. И смотрите, если человека, ну будем так говорить, лечат неправильно, или вообще он там не лечится, или еще как-то. То есть с каждым разом болезнь будет прогрессировать. То есть сначала заболел суставчик, а потом прошел. Да и, ну прошел и все. Через полгода уже заболело там побольше, уже там не день, а допустим неделька. Ну прошло-прошло. Да ладно, прошло. То есть болезнь уходит внутрь. И потом уже обострения идут действительно не недели. Да недельку перетерпел там над больничным или еще как-нибудь. Да потом опять я. Как жил, так и живу. А потом начинается месяц. И когда мы что-то начинаем делать, то естественно вот это все начинается выгоняться. Так называемый оздоровительный кризис начинается. Кризис это идет перелом, болезнь. То есть это ее идет обострение. Сколько она будет? Одному Господу Богу известно. Насколько поражен организм? То есть я не хочу сказать, что я как-то вот оговариваюсь, там себя там защищаю. Просто вы должны понимать, взрослые люди, что нажив болезнь, нажив болезнь, а избавиться от нее не так-то просто. Тем более ты таки к врачам же ходили, вот они вам порекомендовали, да и отвалите нафиг от нас, вот что вы тут ходите. А то психушку посадим, чтобы вы нам не досаждали лишний раз, когда слишком вы тут будете настаиваться, свои там подарки и так далее. А человеку больно, человек мучается, у него подъем температуры идет, то есть уже реакции такие. Значит если все это делается, вот смотрите, тот человек наживал болезнь, он особо ничего там не делал. Да, болезнь это такая, он все это мирился. А потом уже когда она его прижала, он думает, я сейчас все буду делать. Это тоже неправильно, хотя бы какая-то последовательность. Потому что когда все и сразу, может организм не справиться от такого воздействия и керосина, и соды, и тройчатки, еще воды надо там глушить, 3 литра. Это уже сама по себе, допустим, болезнь наруска на организм, а вот эти вот все эти мероприятия, это тоже наруска на организм. И справиться ли с ним или нет? По-моему как раз были вопросы, говорил, последовательно что-то. Нет, все нагрузили сюда, естественно, организм отвечает. То есть он как раз температурой пытается уничтожить там инфекцию, пытается там что-то растворить, шлаки вывести. То есть он пытается, естественно от этого и сила будет падать. Ну и плюс все остальное, что вы там используете, оно также будет там работать. Значит остается, если вы считаете правильно, что остается просто время, надо ждать. Ждать, верить и делать. Я как раз ответил, как в целом самочувствие лучше. То есть если самочувствие от всех этих мероприятий в целом все-таки улучшается, значит вы на правильном пути. Если она идет, знаете, в пике, то у организма сил не хватает. И значит и это неправильно. Как-то думать, как-то рассуждать, как-то понимать. Я знаю, что страшно, да, страшно за свое здоровье. Но если вы беретесь, берете ответственность за свое здоровье на себя, то у вас должна быть какая-то смелость. И вы уже должны вот эту ответственность сами собой разделять. И, Надей Петрович, какое натуральное средство можно использовать вместо статинов? Я не знаю, что это такое. Вот и в то же время Елена Демченко пишет, ухудшение зрения, мигрень, это головная боль непонятного происхождения, память, ухудшение памяти, высыпание на лице и прочее, это паразитарная инвазия непосредственно в голове и теле. Процентов 10 людей с трудом понимают и принимают этот факт. Спасибо вам, Петрович, что вы просвещаете и призываете любви, людей к оздоровлению доступными, эффективными и незатратными средствами. То есть я вам об этом рассказываю. Но это не значит, что поможет, не поможет. Это уже все выясняется в процессе. В процессе. Да, народная мудрость подсказывает, что это помогает. Ну, насколько и как. Это уже у каждого человека по своему. Один уперся и пошло. А другой там, да, немножечко что-то начал делать. А, обострение, ухудшение, все, я не буду. Я, ого, у меня не больно, я лучше останусь так. Скажите, пожалуйста, а грибок слизистый можно керосином убрать? Горло покрыто белыми шишечками. Дальше. Сдала анализы, сказали, грибок кандида, слизистая горло. Слизистая горло обычно на него хорошо влияет сода. Соду пьют раз в день натощак. Перед этим ее надо погасить. Иначе просто-напросто вы можете загубить себе желудок, не понимая, как его правильно принимать. Можно, конечно, использовать и керосин, но это надо делать. И вот, как бы сказать, вот народная молва сказала, да, вот это помогает. Но это надо делать, это надо пробовать. А что ж доблестная медицина, что она как там? Ничего не предлагает? Петрович, а где обещанный стрим? А я его не обещал. Может быть, я там и сказал что-то такое, но обычно планирую, планирую, значит, там ставлю галочку, и что пошло там время. То есть я, может быть, забыл, что я его обещал. Я согласен с этим. Все стримы я буду заранее галочку ставить, она будет появляться, и вы будете знать. Так, здравствуйте, Петрович, уже третий раз спрашиваю вас, как мне набрать вес? Голодом я только больше его понизило, что не могу теперь восстановить прежние килограммы. При росте 160, вес 49. Что можете посоветовать? Зарядку выполняю, стараюсь держать режим во всем. Но этого мало. Люблю есть сладости, вы как-то говорили, что это делать не надо, но другие набирают при этом вес. Почему у меня это не происходит? Может делать упражнение для щитовидки? Чистка печени вызовет набор массы тела? Вопрос. Помогите мне, пожалуйста, я пролистала много статей в интернете, и ничего путного не нашла, кроме как булочек, молочка, сахар. Короче говоря, всю вредную еду, несочетаемую друг с другом. Спасибо, жду ответа. Я ответил. Если вы себя нормально чувствуете, то это ваш вес. Вы сбросили вес, он стабилизовался, вы нормально питаетесь, там кашки, все там такое, занимаетесь зарядкой. И не поправляетесь. То есть это говорит о том, что это ваш вес. Если при этом вы себя нормально чувствуете. Я помню, ко мне один такой артист, знаменитый, пришел. Вот я, говорит, я сбросил 20 килограмм, вот пинджак висит и так далее у меня. То есть у него где-то, наверное, под 90 было, даже больше, вернее, меньше было, где-то килограмм от 80 до 90. А сейчас у него где-то килограмм 60. И он считает, что это плохо. А я сейчас вижу, он нормально там, это было лет там 5 назад, он нормально выходит на сцену, рассказывает все, довольный своим и внешним видом, и своим, так сказать, здоровьем. То есть если вы сбросили вес и чувствуете себя нормально, при этом не поправляетесь, это ваш вес. Если вы хотите опять там набрать этот вес, но без всяких этих, значит, естественно, надо добавить физическую нагрузку для того, чтобы росло мясо. Хотя бы немного добавить. Но опять-таки, мы привыкли, что вот так, если вот такие щеки, вот такой живот, мы такие полненькие, то это хорошо. Это хорошо, когда мы хорошо себя чувствуем. А вот если мы чувствуем себя хуже, то это уже не наше. Это просто абуза в виде 10, 15, 20 килограммов на нашем теле, на нашем организме, в виде даже токсической вот этой ткани. Вот мы это сбросили, чувствуем себя легче, да, хорошо, но может выглядим мы уже не так, может быть привлекательно. Допустим, кому-то не нравится, что там, возможно, лицо там осунулось, возможно, еще там что-то там такое. Вот нравятся больше круглолицы там, еще там по женской части различные места там поздувались. А что вы хотите? Это как раз и есть, наблюдается при сбросе веса. Особенно, если когда это происходит, примерно после, где-то в 40 лет. То есть понимать разницу. Вы сбросили вес, и вам хорошо. Значит, это ваш вес. Вы сбросили вес, вам плохо, вы там что-то мерзлить или еще что-то. Тогда необходимо действительно что-то там делать. Ага, теплые ванны принимать, оливковое масло втирать в кожу, там, употреблять в пищу специи, там. Чтобы как-то это все выровнять. Я вот, если себя взять, вы видели меня, какой я был, когда я там усиленно занимался. Я там весил где-то 80 килограмм, там, плюс-минус там 2-3. Такой стройненький, моложавенький. Я забросил все это, как раз, слишком реально то, что я делал. Вот. И потихонечку вес вырос. То есть он где-то держался около 100, меньше 100. А потом только раз, начал сам расти. И для того, чтобы ни оплыть, ни как-то там стать каким-то таким бесформенным, я думаю, раз вес растет, тогда я буду заниматься. И я его, так сказать, вот какую-то там более-менее мышечную массу там это, утрамбовал, привел. Чтобы выглядит большим, но не толстым. Кстати, я сейчас покажу свои занятия. Так, чистка печени. Масло горчичное, это подсолнечное, не оливкое, а можно. Ну, там я все рассказываю. Масло горчичное, это семян горчицы делается. Подсолнечное, с подсолнечника. Оливкое, с оливок. Если у вас нету горчичного масла, вы просто-напросто можете добавить подсолнечное или оливковое масло, допустим, в стаканчик чайную ложку молотой вот этой горчицы, порошка, размешать, настоять. Это уже будет, как бы сказать, настоянное масло на горчицы там. И можно такое использовать. То есть, подводя итог, я хочу сказать, из практики Астровского, у которого 600 с лишним тысяч подписчиков, и он уже вот это все прошел. Что когда подписчики спрашивают, что-то у него такое, и при этом считают, что он им обязан это сказать, обязан за них отвечать, в случае чего это он виноват и так далее. Поэтому он и пишет, мой канал юмористический, летаю я тут на ракете, и здоровому здорово помогают, а остальные все пускай идут к врачу. И у врача спрашивают, можно это, не можно. И вся ответственность на, если вы решили делать, на вас. Я как-то это дело упустил, но вижу, чем больше подписчиков и я отвечаю, вот эти такие наивные детские вопросы, что как-то они даже обезоруживают. Я уже не буду говорить, знаете, вот будем говорить, что жизнь человека, а тем более там восстановление, это процесс, который складывается из нескольких вещей. И тут мы говорим о самых-самых простых. Вот противопаразитарка, вы видите, чувствуете себя и так далее, вы делаете, пробуете, там смотрите. Ну что с вами произойдет? Вот, будем так говорить, в 99% случаях, используя противопаразитарку, ничего плохого не происходит, как и в лечении. Ну, долго, короче, я говорю, я не буду отвечать на, вот знаете, вот поможет, не поможет, на такие вопросы. И с лечением тоже я буду очень осторожно говорить. Вот в стримах я еще что-то там скажу, и опять-таки, не видя человека, не видя человека, трудно что-то ему посоветовать. Потому что просто один вопрос и один ответ. А там надо их задать вопросов 20. Посмотреть на этого человека, заглянуть ему в глаза, заглянуть ему в язык, какой там язык, кожу посмотреть, спросить и прочее, прочее. И, кстати, вот я вам рассказывал о том, что ко мне обратился мужчина 43 года с подарок. Вот я ему посоветовал, ему стало хорошо, я говорю, ты хоть через неделю сообщи, что куда ты там рулишь. Ну, видать, настолько стало хорошо, что он и забыл это. И это большинство так, аааа, забыл и все. То есть это канал, как бы сказать, вот такой информационный, где-то мотивационный, вас поддерживающий. Но это не лечебный, чтобы вот так вот, знаете, вот лечить, то, сё, пятое, десятое. И это вы уже будете заниматься сами. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok